Актюбе вновь стал волейбольным центром страны. В городе стартовал Кубок Казахстана среди сильнейших мужских коллективов страны. Восьмерка лучших волейбольных дружин, в числе которых актюбинская команда, будет бороться за главный трофей в течение недели. Отметим, проведение волейбольного кубка символизирует собой старт нового сезона с последующим началом национального чемпионата. В преддверии проведения финальной части Кубка Казахстана состоялся предварительный этап, где участвовали 8 коллективов. Победителями турнира стали команда Актюбе и Алматинский Буревестник. На финальном этапе они присоединились к шестерке лучших волейбольных дружин по итогам прошлого чемпионата национальной лиги. Мы разделили их на две группы по занятым местам, посеяны по таблице Бергера. Сейчас три дня пройдет предварительный этап в группах, потом будут определяться четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. То есть после четвертьфинальных игр определится четверка, которая будет бороться за медали. По бою все выходят. Единственное, что четвертой команде, занявшей последнее место в группе, мы даем шанс в четвертьфинале побороться с первой командой другой группы. Но прецеденты в Казахстане уже были. Несколько лет назад команда Павлодара, заняв четвертое место в группе, в конце концов стала победителем Кубка. То есть два раза такие прецеденты были к чемпионату. Поэтому здесь команды очень ровные, очень сильные, очень хорошие качества лиганеров в этом году. Как уже отмечалось, фолейболисты Ак-Тубе пробились финальный этап Кубка страны после преодоления отбора. В прошлом сезоне артюбинская команда, сформированная из местных воспитанников, заняла седьмое место в чемпионате национальной лиги. Но перед стартом нынешнего сезона коллектив серьезно усилился. В этой связи перед командой ставятся серьезные цели. Руководство поставило задачу выиграть и кубок, и чемпионат. Естественно, мы будем это стараться выполнять, получить жизнь. Плюс, своя площадка, хороший спортивный зал. И, естественно, наши болельщики, супер-болельщики. Таких болельщиков нет в Казахстане. В этом году команда очень обновилась, усилилась. Плюс, свои молодые игроки очень сильные. Поэтому будем бороться. В этом году много хороших команд укрепились. И Павлодар, и Тарас, и Атарау, и уральская команда. ЖТСУ хорошо сидит. Пять-шесть команд будут биться очень хорошо. Сейчас, и сегодня показывают, это игра Алмата с Таразом играет. Алмата в прошлом году были восьмые, сейчас Атара с первыми. И Алмата в первой партии ведет, скорее всего, и выиграет. Поэтому от любой команды можно будет ожидать борьбы и сюрпризы. Отметим, что в составе команд участниц Кубка страны много игроков различных национальных сборных. Многие волейболисты, чемпионы Европы среди молодежи. Есть и иностранные тренеры. Отрадно, что в коллективах выступают и перспективные молодые казахстанцы. Наша молодежная сборная вышла на чемпионат мира. И игроки молодежной сборной пополнили составы подрастающего поколения национальных команд. Да, сейчас будут играть. И, кстати, три игрока с Ак-Тюбе, которые были основными игроками молодежной сборной Ю-20, и попали на чемпионат мира Ю-21 в следующем году. Будем играть в Китае на чемпионате мира до 2021 года среди мальчиков. И главным тренером был ваш тренер Сергей Трикос. Он повезет в 21 год. И это же состав. Мы не менять ничего не собираемся. Вот тренерский состав менять не будем. Они будут готовиться. В августе месяце, в следующем году, будет представлен Казахстан на молодежном чемпионате мира в Китае. Впервые в Баларанске? Молодежный состав впервые. Финальный этап Кубка Казахстана завершится в воскресенье 13 октября. А 23-й чемпионат национальной лиги среди мужских команд стартует в Атерау во второй половине ноября. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актубе.